Единый государственный экзамен по математике, профильный уровень, задание номер 10. Установка для демонстрации адиоматического сжатия представляет собой сосуд с поршнем, резко сжимающим газ. При этом объемы давления связаны соотношением P умножить на V в степени 1,4 равно констане. Где P в атмосферах, давление в газе, V объем газа в литрах. Изначально объем газа равен 256 литров, а его давление равно 1 атмосфере. До какого объема нужно сжать газ, чтобы давление в сосуде поднялось до 128 атмосфер? Ответ выразите в литрах. О чем говорит вот эта основная формула P умножить на V в степени 1,4 равно константе? Эта формула говорит о том, что данное произведение не изменяется. Это значит, что P1 умножить на V1 в степени 1,4 будет равно P2 умножить на V2 в степени 1,4. Если бы еще было какое-то состояние одно, то мы бы могли написать, что это равно P3 на V3 в степени 1,4. Но у нас вот этого третьего состояния нет. Нам достаточно использовать два состояния. Первое состояние с объемом P1 и объемом V1. И второе состояние P2V2. Что нам известно по условию задач? Нам известно изначально давление, которое равно 1 атмосфере, и объем газа, который равен 256 литров. Так и запишем. То есть объем известен, V1 это равно 256 литров. И давление известно P1. Оно равно 1 атмосфере. Что нам нужно найти? Нам нужно найти объем V2. Если известно, что давление поднялось до 128 атмосфер. Это значит давление, новое давление, P2, поднялось до 128 атмосфер. И нам нужно найти V2. Как это сделать? Нужно выразить из данной формулы V2. То есть нас интересует вот это давление. Как его выразить из данной формулы? Нужно избавиться от того, что нам мешает. Нам мешает P2. Чтобы V2 осталось без вот этих коэффициентов, нам P2 мешает. Значит раз нам P2 мешает, надо на P2 поделить. Мы делим на P2 левую часть. Но чтобы равенство не изменилось, надо на P2 поделить и правую часть. Делим обе части на P2. Тогда на P2 в правой части можно сократить. И останется у нас V2 в степени 1,4. Вот с этого и начнем, кстати. Вот сразу запишем. То есть V2 в степени 1,4 у нас останется. Вот здесь правая часть. А левую часть мы перепишем. Вот эту дробь нам надо переписать. Потому что здесь никакого сокращения нет. Поэтому просто перепишем. P1 на V1 в степени 1,4 разделить на P2. Прежде чем подставлять, нужно еще избавиться от вот этой степени. Потому что нам просто нужно найти V2 без вот этой степени. Значит степень нам мешает. Как избавиться от того, что нам мешает? Для этого 1,4 удобно записать в виде обыкновенной дроби. То есть 1,4 это десятичная дробь. В виде обыкновенной дроби можно записать как 14 десятых. Действительно, если 14 поделить на 10, будет как раз 1,4. При делении на 10 запятую надо переносить на один знак. Получается 14 десятых. Ну или можно было по-другому рассуждать. Можно было записать 1,4, потом сократить на 2. Получается 1,2. Потом 1 умножить на 5 прибавить 2. Получается 7,5. Можно было так сделать. Разницы нет. Так вот 4 десятых все равно у нас получится после сокращения на 2 7,5. Теперь удобно вместо 1,4 записать 7,5. Почему удобно? Сейчас будет видно. Потому что нам тогда удобно будет избавиться от этой дроби. Итак, у нас тогда получается в левой части v2 в степени 7,5. Равно p1 умножить на v1 в степени 7,5. И разделить на p2. Теперь нам нужно избавиться от вот этой степени. Как это сделать? Нужно возвести в степень 5,7. Почему? Сейчас покажу. Вот если мы сейчас возведем левую часть в степень 5,7. То у нас тогда при возведении степени в степени показатели нужно будет перемножить. 5,5 сократится. 7,7 тоже сократится. И получится первая степень. А нам как раз и нужно, чтобы степень была первая. Чтобы выразить v2. Поэтому мы должны возвести сейчас в степень 5,7 обе части вот этого равенства. Возводим обе части равенства в степень 5,7. v2 в степени 7,5 мы возводим в степень 5,7. Равно все это и всю правую часть p1 на v1 разделить на p2 мы возводим. Да, вот здесь вот v1 у нас в степени 7,5 еще было. И все это нужно возвести в степень 5,7. Теперь при возведении степени в степень нужно показатели степени перемножить. То есть 7,5 нужно умножить на 5,7. Это получается у нас обратные числа. Почему? Потому что их произведение равно единице. Значит это как раз и получилось. То есть мы возводили в степень обратную данной. То есть 7,5 мы обратную степень взяли 5,7. Итак, при возведении степени в степени после перемножения степени у нас получается первая степень. И в итоге получается просто V2 в левой части. Что будет в правой части? Удобно правую часть возвести в степень 5 седьмых следующим образом. То есть сначала запишем отдельно P1 на P2 и возведем в степень 5 седьмых. И V1 тоже возведем в степень 5 седьмых. Почему? Потому что если у нас в основании степени произведение или частное, то нужно каждый сомножитель или числитель, или знаменатель в данном случае возвести вот в эту степень, в степень 5 седьмых. Поэтому нам удобно записать следующим образом. P1 разделить на P2 мы возводим отдельно в степень 5 седьмых. Пока мы не знаем, что получится после подстановки. Но пока пишем так. И умножить теперь нужно возвести V1 в степень 5 седьмых. V1 в степени 5 седьмых, да еще V1 было в степени 7 пятых. У нас получается тоже единица. То есть получается V1 в первой степени. И вот теперь уже есть возможность подставить. Подставляем вместо P1. P1 у нас равно одной атмосфере. То есть подставляем единицу. Вместо P2. P2 это объем, до которого поднялось давление. То есть он равен 128 атмосферам. Получается 128. И все это нужно возвести в степень 5 седьмых. Да еще умножить на V1 в первой степени. Ну вот эту первую степень можно было не писать. Просто умножить на V1. А V1 у нас равно 256. Получаем тогда 256. Как удобнее всего это посчитать? Во-первых, надо посмотреть, что такое число 128. И из чего оно состоит? Нужно разложить его на простейшие множители. То есть представить, как какие-то простейшие множители в каких-то степенях. То есть 128. 128 это 2 в седьмой степени. Ну действительно, 2 в кубе 8. 2 в четвертой 16. 2 в пятой 32. 2 в шестой 64. А 2 в седьмой как раз и получается 128. То есть у нас получается, что пишем равно. У нас получается, во-первых, единицу мы должны возвести в степени 5 седьмых. Так единица и останется. Да еще 128 возводим в степень 5 седьмых. То есть единицу возводим в степень 5 седьмых. Она такая остается единицей. Теперь 128 мы представляем как 2 в седьмой степени. И возводим в степень 5 седьмых. Умножить 256. Вот сейчас нам понадобится произвести сокращение. Поэтому 256 удобно записать как 2 в восьмой. Но действительно, если 128 это 2 в седьмой, то 256 в два раза больше, значит, это будет уже 2 в восьмой степени. Это получается умножить на 2 в восьмой степени. Это мы записали вместо числа 256. Теперь в числителе тогда перепишем 2 в восьмой. Это 256. А здесь у нас получается степень в степени. Надо перемножить показатели степеней. Вот здесь у нас 7 первых до умножить на 5 седьмых. 7 в 7 сокращается, получится 5 первых. То есть получится 2 в пятой степени после сокращения. 2 в пятой. При делении показатели степени вычитаются. Значит, надо от восьмой степени вычесть пятую. Получаем 2 в кубе. И это получается 8. Это был объем, значит, получается 8 литров. В ответ пишем число 8. Потому что ответ нам нужно дать в литрах. Пишем ответ. Ответ 8 литров. Ну, просто пишем число 8. Задача решена. Кому решение задачи понятно, поддержите это видео своими лайками. Продолжение следует...